Немногое в мире является более ярким уроком изобретательности и решимости человеческого духа, чем Великая Китайская Стена. Ее длина составляет 21 200 километров. Она простирается от Синьцзяня на севере Китая, вдоль границы с Монголией, до Корейского полуострова. Ее высота варьирует от 8 до 14 метров, а средняя ширина превышает 6 метров. Ее строительство заняло 2300 лет, с 8 века до новой эры, до 17 века новой эры. Более миллиона людей, целой армии солдат, пленных и простых крестьян, трудились над ее возведением. Только во времена императора Цинь, 220 г. до новой эры, труд стоил жизни 400 тысяч людей. Хроника говорит, что их кости были замурованы в стену, превратив ее в самое длинное кладбище. Великая Стена должна была быть непределимой преградой для воинственных племен Севера Китая, жаждущих добычи. Ее высота, а также ее башни с гарнизонами, гарантировали, что ни один воин не сможет преодолеть эту непроходимую преграду. При более тщательном рассмотрении Великая Китайская Стена предлагает нам другие, гораздо более важные уроки. Несмотря на ее прочность, стена оказалась бесполезной. Множество раз она была пройдена захватчиками, но она не была взята штурмом. Ее не разрушали, просто путем подкупа стражников несколькими монетами. Последний раз в 1644 году даже генерал Ву Сан Гуэй, ответственный за ее охрану, открыл ворота маньчжурским захватчикам, которые положили конец династии Мин. Великая Стена заставляет нас задуматься. Прежде всего она учит нас, что не материальное состояние является причиной ухудшения мира, а человек. Чтобы разрушить бетон требуется много усилий. Подкупить человека — это дело нескольких купюр. Во-вторых, мы боимся незнакомцев, людей из вне. Мы стоим на страже, ожидая их ударов, в то время как продолжаем удивляться ударом людей изнутри. Людей, которым мы открыли свое сердце. В-третьих, кажется невозможным принять, что человек изнутри находится прямо здесь, внутри нас. Только зрелый ум может признать, что настоящий враг, враг в тени, скрывается прямо в нас. Нужно привести пример? Вот. Мы начинаем жить с великими планами и великими идеалами, но обнаруживаем, что предаем их. Мы удивляемся, что предаем свои убеждения, любовь, ценности, ожидания, чаще всего за копейки, как и стражник у стены. Кто открыл этот самый главный урок, поймет, что нам не нужна стратегия, направленная наружу, а нужна стратегия, направленная на нас самих. Потому что враг скрывается в нас. Это сердце, в которое мы верим. Несмотря на то, что оно многократно вводило нас в заблуждение. Поэтому берегите свое сердце больше, чем что-либо другое, ибо из него исходят источники жизни.